Сегодня будет изобретен велосипед. Всем привет, я Анна Оськина и да, в этом видео я покажу, как сделать велосипед для кукол своими руками. Сначала эта задача показалась мне очень сложной. И я даже не знала с чего начать и думала несколько дней. А потом несколько дней снимала видео. Пришлось и правда изобретать велосипед. Запросов на это видео пришло огромное количество, но я не из тех, кто отступает от сложных задач. Колеса и педали крутятся, кукла на велосипеде сидит, все работает, все крепкое, можно спокойно играть. Ставь лайк, если тебе уже понравился этот велик. А еще в конце видео вас ждет классный розыгрыш подарков. Смотреть до конца, раскрутим же это лето. И переходим скорее к мастер классу. Первым делом я начертила велосипед, в том размере в каком буду лепить. Это масштаб 1 к 6, масштаб куколок Монстер Хай и Барби. И конечно же перед лепкой обязательно нужно примерить куколку, подходит ли ей велосипед по размеру. Я выбрала стакан, который по диаметру идеально подходит к колесу моему велосипеда. Он станет идеальной формочкой. И беру черную полимерную глину Фима для того, чтобы слепить шину. Разворачиваю, разминаю, чтобы пластика стала мягкой и пластичной и с ней приятно было работать. И раскатываю в длинный жгут. Его толщина равна примерно 5-6 миллиметров. Нужно постараться, чтобы жгут получился ровным. Для этого даже можно использовать специальный инструмент, который называется экструдер. С его помощью можно выдавить длинные одинаковые колбаски. И оборачиваю жгут вокруг стакана. Обрезаю лишнюю пластику и замазываю шов. И прямо с этим стаканом вот так отправляю запекаться в духовку. На 20 минут при температуре 110 градусов. Со стаканом при этой температуре ничего не случится. Ну а после стакана аккуратненько снимаю уже твердое кольцо. На листочке бумаги я нарисовала пересечение линий и круг. Чтобы удобнее было делать колесо. Кладу шину на этот круг и закрепляю скотчем. Чтобы он не болтался. И нужно сделать внутренние детали колеса. Беру серебряную полимерную глину FIMO и проволоку. Из серебряного цвета катаю длинные тонкие нити. Диаметром примерно 2 миллиметра. Катаю шарик, расплющиваю его между двумя листочками бумаги. Получается плоский блин. И делаю еще один такой же, но поменьше размером. Отмеряю проволоку от центра круга до его края. И нарезаю много таких маленьких палочек. Моя проволока уже белого цвета и мне не нужно ее красить. Но можно использовать любого цвета и любого размера. Лучше попрочнее. Детали для колеса готовы. А чтобы все соединить, мне понадобится гель жидкая пластика. Смазываю колесо изнутри гелем. И изнутри же присоединяю тоненькую серебряную колбаску. А по центру ставлю серебряный кружок. Кружок тоже смазываю гелем. И теперь закрепляю палочки проволоки таким образом, чтобы один в конец лежал на серебряной длинной колбаске вокруг шины. А другой на серебряном кружке по центру колеса. Вот так вот у меня в результате получается. Чтобы все выглядело аккуратно и красиво, я закрываю концы проволоки, лежащие на серебряной нити, еще одной серебряной нитью. То есть получится, что проволока между двумя нитями. Ну а сверху по центру кладу серебряный кружочек меньшего диаметра. И накрываю все отрезанные концы. Не забудьте в центре колеса сделать отверстие, при помощи которого оно и будет крутиться. И отправляю колесо целиком запекаться на 20 минут при температуре 110 градусов. Но после выпекания у меня получается два вот таких колеса. Примеряю колеса к моему шаблону. Размер отлично подошел. И теперь делаю другие элементы. Для этого мне понадобятся деревянные шпажки, которые я отрезаю нужного мне размера, используя шаблон. Те элементы, которые необходимо будет изогнуть, я делаю не при помощи шпажек, а при помощи проволоки. Все это станет каркасом. И теперь беру ярко розовую полимерную глину Fimo Soft, которая и станет основным цветом моего велосипеда. Катаю колбаску, расплющиваю ее на рабочей поверхности. По центру этой расплющенной колбаски кладу деревянную шпажку. Заворачиваю шпажку в пластику и аккуратно подравниваю. Лишнее по бокам можно отрезать. И таким образом нужно обернуть в пластику все подготовленные детали. И проволоку тоже. Снова беру мой шаблон и прямо на этом шаблоне соединяю все детали. Та деталь, где внутри проволока, изгибаю и присоединяю к велосипеду. Если вдруг получается что-то лишнее, что-то торчит, все это отрезаете. Нужно чтобы получилось так, как на шаблоне. После чего склеенные детали отправляю запекаться. И посмотрите что у меня получилось. Уже вырисовывается велосипед. Делаю промежуточные детали, бусинки. На некоторых бусинках должно быть сквозное отверстие, а на некоторых не сквозное. То есть до середины бусинки. Эти отверстия делаю деревянной зубочисткой. Они нам нужны будут для крепежа. Их тоже отправляю запекаться. Оборачиваю в пластику проволоку и запекаю. И после выпекания изгибаю ее, чтобы сделать крепление для колеса. Полимерная глина материал пластичный. И после выпекания его можно согнуть, если внутри проволока. И он будет держать форму. Самое главное правильно запечь. Если вы не допечете пластику, то она может треснуть. Поэтому следите за температурой. Изогнутую запеченную деталь я приклеиваю на супер клей. Делаю еще одну такую же изогнутую деталь. И приклеиваю с другой стороны. Обязательно сверяю с шаблоном, чтобы все было как нужно. Чтобы все было по плану. После этого делаю и приклеиваю еще одну изогнутую деталь. И теперь нам понадобятся те бусинки, которые мы делали. Со сквозной дыркой. При помощи этих бусинок я соединяю детали. И все склеиваю на супер клей. Потому что нужно, чтобы схватилось быстро и надежно. Уже можно примерить, как это будет выглядеть. Делаю сиденье велосипеда. Беру кусочек черного цвета, катаю в шарик. Из шарика формирую сиденье. Расплющиваю, вытягиваю с одного края и разглаживаю пальцами. С обратной стороны нужно сделать отверстие тем элементом, на которое и будет крепиться сиденье. Теперь делаю педали. Раскатываю полимерную глину толщиной примерно миллиметров пять. Вырезаю из нее два прямоугольничка. Эти прямоугольнички подравниваю, делаю в них отверстие. Отверстие делаю проволокой, потому что педали будут как раз таки присоединены на проволоку. И для декора можно сделать еще полосочки на поверхности педали. Я это делаю обратной стороной лезвия. И запекаю педали на проволоке. Кусочек проволоки закатываю в полимерную глину. Запекаю и запеченную деталь формирую в руль. То есть искривляю ее так, чтобы это было похоже на руль. Концы руля оборачиваю в черную полимерную глину. Чтобы получились ручки. И приклеиваю руль на место. Но вы видите, что велосипед выглядит очень схематично. Везде торчат какие-то детали. Все это неровно, негладко. Поэтому все шовчики я хочу загладить, замазать полимерной глиной. Для этого я беру гель жидкую пластику. Смазываю место, которое я хочу закрыть полимерной глиной. Замазываю это место пластикой. Добавляю полимерную глину. И аккуратно размазываю пальцами. Получается красивый аккуратный стык. И таким образом необходимо замазать все стыки. Это не только сделает велосипед более красивым и привлекательным. Но и закрепит все детали. Они станут прочнее, они будут прочнее держаться. Беру раскатанный цилиндрик из полимерной глины. И протыкаю его проволокой. Этот цилиндр приклеиваю внизу. Там где будут расположены педали. Также на этом этапе приклеиваю на суперклей сиденье велосипеда. И нижнюю часть снизу еще дополнительно закрепляю полимерной глиной. Добавляю немножко пластики и размазываю. Если вдруг при работе остались отпечатки пальцев. То их можно убрать влажной салфеткой. Также влажной салфеткой очень хорошо разглаживают швы. Чтобы пластика смотрелась как влитая. Вот такая конструкция у меня получилась. И отправляю запекаться. Чтобы налепленная пластика стала твердой. Но при выпекании обнаружилось такое. Что на некоторых местах появились трещинки. Поэтому я достала велосипед из печки. И залепила все трещинки полимерной глиной. После этого еще раз запекла. И трещинок больше не было. Если у вас тоже такая же проблема. То залепливайте трещинки и запекайте еще раз. И так все детали готовы. И теперь можно соединить велосипед. Колеса у меня были соединены на деревянных зубочистках. Я нанизываю зубочистку на велосипед на колесо. Отрезаю лишний конец зубочистки. И вклеиваю на этот конец ту бусинку, которая не со сквозным отверстием. То есть там где дырка до половины. Эта бусина становится заглушкой. С другой стороны я обрезаю зубочистку. И также присоединяю в бусинку заглушку. И колесо присоединилось. Оно крутится, оно работает. Точно таким же образом присоединяю колесо с другой стороны. И конечно педали. Продеваю в отверстие для педалей проволоку. После чего изгибаю ее. Одну сторону загибаю вверх, другую вниз. Затем загибаю для педалей. Насаживаю педаль. Отрезаю проволоку. И туда закрепляю бусинку заглушку черного цвета. Которую я сделала заранее. С другой педалькой делаю то же самое. И посмотрите велосипед готов. Он работает. Он крутится. Если вы хотите добавить глянцевого блеска. То можно покрыть глянцевым лаком. Но я этого делать не стала. Потому что мне он нравится вот таким вот матовым. И теперь у куклы есть куча разных средств передвижения. И велосипед в том числе. Она на нем сидит. Он ей хорошо подходит. Все работает. Колеса крутятся. Конечно же это не настоящий велосипед. А всего лишь миниатюра. Но выглядит он на мой взгляд очень здорово. И мне кажется что я со своей задачей справилась. Поэтому вы можете задавать мне в комментариях. Новую задачку. Ну а я подумаю какую из них я сделаю. И возможно именно ваш комментарий окажется решающим. Чтобы я сделала ту или иную миниатюрку. Ну а может придумаем что-то еще. И вы ждете розыгрыш. Сегодня я разыгрываю два набора полимерной глины FIMO. И формочки Мэйкенс. Такие наборы станут прекрасным подспорьем. Начинающим в лепке из полимерной глины. А выиграть их довольно просто. Условия участия. Первое быть моим подписчиком. Или подписаться на канал если вы еще этого не сделали. Потому что этот подарок для моих подписчиков. Второе поставить лайк этому видео. Ведь вам нравится велосипед. Третье написать любой комментарий. Победители будут определены программой случайный комментарий. Итоги розыгрыша смотрите 14 июля утром в моей группе вконтакте. Ссылка на группу в описании под этим видео. Всем удачи! Обязательно смотрите и другие мои мастер классы. В которых вы найдете много интересного. Пишите ваши комментарии. Ставьте лайки если вам понравилось это видео. И подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить новинки. До новой встречи!